Я вас приветствую, я Евгений Ковальчук и вы на канале WebDev. Добро пожаловать в очередной урок, посвященный таблицам стилей CSS. И в данном видео мы рассмотрим такие понятия, как блочная модель и отступы. Еще из курса по HTML вы должны помнить, что все элементы или теги делятся на три основных типа. Это строчная, блочная и смесь двух предыдущих строчно-блочная. На экране вы можете видеть пример того, как такие элементы введут себя в разметки. У нас есть три заголовка. В первом одно из слов я обернул в текстпан. Это строчный элемент. И данный тип элемента подстраивается под размер контента, который в нем находится. Блочный элемент всегда занимает 100% ширины экрана. Именно поэтому слово обернутое в div, которое является блочным, занимает отдельную строку. Для удобства понимания для каждого элемента я добавил красную обводку, чтобы было видно, где находятся границы элемента. Для начала начнем со свойства, которое управляет типом тегов. Называется данное свойство display. Применяя его к элементу, мы можем изменить его дефолтный тип. Например, у нас есть третий параграф, в котором одно из слов обернуто в div, то есть в блочный тег. Но написав display.inline, я могу спокойно сделать его строчным. Дополнительно данное свойство может принимать такие значения, как блок и inline-блок, которые делают элемент блочным или строчно-блочным соответственно. Есть еще такие параметры, как grid и flex, но это отдельные технологии. Пока нас интересует три основных. Теперь смотрите, к элементам div и span я добавлю два свойства, это margin и padding. Каждому установлю значение в 10 пикселей. Теперь, если мы посмотрим на результат, то вы увидите добавленные отступы у всех обведенных элементов. Padding – это промежуток между контентом или содержимым тега и его границей. Именно поэтому между словом и красной обводкой появилось пустое пространство, а margin или поле – это пустое пространство, которое отделяет один тег от другого и находится за пределами границы. Оба свойства определяют отступы, только одни отступы находятся внутри, а другие – снаружи. Однако прежде чем перейти к блочной модели, давайте разберем несколько нюансов. Для начала рассмотрим синтаксис. Во-первых, margin 10 пикселей и padding 10 пикселей – это сокращенная форма записи. Отступы добавляются к элементам сверху, снизу и по бокам. Именно поэтому, если отступы нужно задать более точно, то указываются четыре значения. При таком варианте они определяются по часовой стрелке, то есть сверху, справа, снизу и слева. И как вы можете видеть, каждый из отступов может иметь свое значение. Но если значения совпадают, то можно использовать и сокращенный вариант. Например, пусть для margin значения сверху и снизу, а также справа и слева, будут одинаковыми. В таком случае эти параметры можно смержить и сократить запись до двух аргументов. Теперь сверху и снизу отступы по 10 пикселей, а по бокам по 20. Помимо одинарного свойства margin и padding, существует четыре свойства, которые также определяют отступы. Рассмотрим это на примере padding. Это свойства padding-top, padding-right, padding-bottom и padding-left, то есть отступ сверху, справа, снизу, слева. Для margin это соответственно свойства margin-top, margin-right, margin-bottom и margin-left. С синтаксисом разобрались, теперь переходим к особенностям типов элементов. Если мы наведем на span элемент, то вы можете видеть разнообразные обводки, которые появились. Синим цветом обозначается content, зеленым padding, желтым border и красным margin. Так вот, если присмотреться, то несмотря на то, что для каждой стороны мы задали margin, для строчного элемента этот тип отступа не применился сверху и снизу. То есть для строчных элементов не работают свойства margin-top и margin-bottom. С блочными никаких проблем нет, каждый аргумент применился верно. Но с margin-ом есть еще одна особенность, которая называется collapsing margins или схлопывание отступов. Смотрите, для второго заголовка я еще раз скопирую слово с тегом div и добавлю на него дополнительный класс mar. Теперь, если мы посмотрим в разметку, данные элементы находятся друг под другом. Каждому, я напомню, сверху и снизу применен отступ в 10 пикселей. Однако суммарный отступ элементов друг от друга не 20 пикселей, как можно было подумать, а 10. Это и есть эффект схлопывания отступов. То есть если два элемента с разными margin-ами стоят рядом, то суммарное расстояние между ними будет равно большему margin-у. Это также легко проверить, если к элементу с классом mar сверху добавить отступ в 50 пикселей. В этом случае два обернутых слова будут находиться на расстоянии 50 пикселей друг от друга. И вот мы дошли до блочной модели. Понять, что это такое и как это работает очень просто. Достаточно подтянуть ползунок в секции стилей и вы увидите разноцветный квадрат. Это и есть блочная модель элемента. В нее входит сам контент, паддинг, то есть внутренний отступ, бордер, граница и марджин, внешний отступ. При выделении каждого из элементов данные секции подсвечиваются. В результате вы всегда можете определить, какие отступы есть у элемента. Давайте еще для большей наглядности я изменю значение границы на 10 пикселей. Отлично, теперь каждая из секций хорошо просматривается. Почему важно знать и понимать, что такое блочная модель? Все дело в том, что каждый элемент на экране, будь то текст, картинка, кнопка и так далее, занимает определенное пространство. Данное пространство, как уже было сказано, определяется блочной моделью и элементами, которые в нее входят. Поэтому даже лишний один пиксель, случайно примененный к элементу, может полностью сломать лейаут. Что я имею в виду? Например, для того же элемента с классом mar мы зададим размеры, а именно ширину и высоту равные 100 пикселям. Кстати, еще одна особенность строчного элемента, это то, что задание размеров для них неприменимо. А это значит, что если на спан я добавлю те же свойства, то они просто будут проигнорированы. Так вот, определив размеры блочного элемента, мы можем его проинспектировать. Казалось бы, мы строго определили, чему он должен быть равен. Это должен быть квадрат размером 100 на 100 пикселей. Однако, если мы наведем на элемент и посмотрим его параметры, то это будет прямоугольник со сторонами 180 и 160 пикселей. Его немного неудобно смотреть, так как из-за того, что это блочный элемент, он занимает всю ширину. И поэтому кажется, что оранжевая область маржина растянулась. Чтобы нам удобнее было его воспринимать, давайте применим к нему отображение inline-блок. Я ничего не говорил о данном типе, так как это просто смесь блока и строки. И к нему применяются все свойства обоих типов. То есть ему можно задать размер, и он будет воспринимать верхние и нижние маржины. Применив данное свойство, мы сможем увидеть более четкий размер нашего блока. Что же произошло? Почему размерность была задана одна, а результат получился другим? Ответ лежит в квадрате блочной модели. Все дело в том, что высота и ширина 100 пикселей применились к контенту. После чего к размерам блока контента добавились размеры паддинга и границы. Поэтому наш квадрат превратился в прямоугольник. То есть с каждой стороны были суммированы размеры каждой составляющей блочной модели. Чтобы разработчикам не приходилось производить вычисления размеров блоков самостоятельно, и чтобы элементу применялись именно те размеры, которые были заданы, в CSS3 появилось специальное свойство, которое называется box-sizing. И по умолчанию оно принимает значение content-box. И в этом случае расчет размеров будет идти по описанному сценарию. Но если значение мы изменим на border-box, то при расчете высоты и ширины будут устанавливаться именно переданные значения. И если применить данное свойство к элементу и посмотреть на его размеры, то на этот раз они будут 100 на 100. Правда у нас произошло вытеснение контента из блока, но это как раз таки связано с тем, что пространство, отделенное для него, ужалось. То есть при таком свойстве идет не расширение блока от области контента, а его ужатие внутрь. Элемент не выглядит квадратным из-за свойства margin и padding, поэтому прямо в панели разработчика я переписываю оба свойства на одинаковые размеры. И вот теперь у нас квадрат размерами 100 на 100. И смотрите, если я сниму галочку со свойства box-sizing, квадрат увеличится в размерах до 140 пикселей, то есть 100 пикселей контент, по 10 пикселей с каждой стороны на padding и по 10 пикселей на border. В сумме 140. Вот и вся арифметика. Имейте в виду, что понимание блочной модели это неотъемлемая часть вопросов на любом собеседовании. А вот свойства box-sizing border-box используются абсолютно на каждом проекте для удобства задания размеров. Так что если у вас по-прежнему остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Если что-то осталось не до конца понятным, то пересмотрите урок, так как данная тема очень важна в изучении CSS. И конечно же, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Увидимся в следующем уроке. Пока. Продолжение следует...